Привет, друзья! С вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Производитель мобильных чипов Qualcomm анонсировал новую платформу XR1, специально для шлемов VR и AR. Это отличные новости, так как силиконовый гигант решил, что VR-рынок вырос достаточно, чтобы оправдать затраты на новую платформу. Qualcomm видит три ниши внутри мобильного VR-рынка. Первое – это устройство уровня Google Cardboard, где необходим телефон. Второе – это бюджетные шлемы с тремя степенями свободы, такие как Oculus Go. И третье – это премиумный VR с шестью степенями свободы, как Lenovo Mirage. И новая платформа создается для последних двух групп. Первые решения с чипами новой платформы должны выйти уже в этом году от партнеров, среди которых уже есть Vive и Pico. Seven Invenson – компания, занимающаяся периферией для Vive, выпустила модуль отслеживания глаз для шлемов Vive и Vive Pro. Устройство устанавливается поверх оригинальных линз шлема и отслеживает движение глаз игрока в реальном времени. У компании есть несколько типов модулей. Самый простой отслеживает только движение глаза, в то время как более дорогая модель способна регистрировать размер зрачка, расположение века и распознавать сетчатку глаза. За примерно 12 тысяч рублей вы получаете набор разработчика, который по заверениям компании будет использовать ямковый рендеринг в любых играх. К сожалению, пользоваться устройством получится только на компьютерах с видеокартой NVIDIA. Финская компания Vario анонсировала новый аддон для своего VR-шлема, добавляющий функционал смешанной реальности. Так как компания стремится к наивысшему разрешению экрана, модуль состоит из двух 4К камер с общим углом обзора 95 градусов и частотой 90 Гц. В сочетании с функционалом шлема, картинка на экране создает полное ощущение реальности. В демо видео нам видна только зона с бионическим дисплеем высокого разрешения, в то время как более размытая картинка осталась за кадром. Субтитры создавал DimaTorzok В преддверии Чемпионата мира по футболу BBC анонсировала прямую трансляцию игр в VR-приложении BBC Sport VR FIFA World Cup Russia 2018. Приложение для Oculus Go, PSVR, Gear VR и Google Cardboard будет виртуальной площадкой, где одновременно можно будет смотреть разные ракурсы одной игры, а также следить за счетом на виртуальном табло. Создатели SuperHot и SuperHot VR собираются продолжить развитие своего VR-направления игр. Девелопмент-лид Пётр Иваницкий в разговоре о потенциальном сиквеле заявил о необходимости правильной эволюции VR-игр. В SuperHot VR анимации были созданы для плоской игры, а потом переработаны для VR. Это был костыль, а мы хотим создать систему с нуля, задуманную для VR, сказал Пётр. Он также заметил, что VR является очень важным направлением для студий и для него лично. Студия также рассматривает новые VR-устройства как потенциальную платформу для своих игр. Вы, возможно, знакомы с творчеством студии Insomniac по играм серии Ratchet & Clank, Spire The Dragon и выходящей в этом году Spider-Man. Для VR студия выпустила Oculus-эксклюзивы Edge of Nowhere и The Unspoken. Теперь они готовы представить свой новый VR-проект. Об игре пока мало чего известно, кроме наличия открытого мира и слогана «Верни себе свой мир». Полноценный анонс игры состоится 7 июня. Budget Cuts опять перенесли. В этот раз разработчик хочет использовать дополнительное время на улучшение фреймрейта и исправление багов. Тем не менее, 28 мая был снят эмбарго на игру, и от журналистов посыпались хвалебные отзывы на творение Need Corporation. В обзорах отмечается великолепный дизайн уровней и героев, уместная механика передвижения и сложность, заставляющая действовать быстро и чётко. Игра Sword of Gargantua была анонсирована ещё на GDC. Но на этой неделе появилась демо, которое вы можете опробовать бесплатно на Oculus и Vive. В мире гигантов вы с тремя товарищами сможете отправиться в путешествие по освобождению мира от гигантских титанов. Используя меч или топор, вам предстоит грамотно наносить удары, отбивая выпады противника. Игра появится в раннем доступе в Steam уже в этом году. Ссылка на демо в описании. Напоминаю, что у нас есть собственный куратор в Steam и календарь выхода VR-игр, который вы можете посмотреть в описании к этому видео. А теперь игры недели. Sega Mega Drive и Genesis Classics получила небольшое VR-обновление. Теперь вы можете поиграть в классику Sega на стареньком телевизоре внутри виртуальной комнаты в 90-х годах прошлого века. В ранний доступ вышел советский лунопарк VR, кооп-шутер на четверых во вселенной игры Atomic Heart. Пока в игре есть только 4 карты в режиме волнового шутера, но через 2 недели разработчик обещает добавить кампанию, которую также можно будет пройти вчетвером. Ссылка на стрим игры в описании. Действие Downward Spiral Horus Station отправит вас с товарищем на космическую станцию. В невесомости, где вам предстоит разобраться в секретах этого мира. В игре также есть PvP и PvE режимы на 8 человек, так что скучать вам не придется. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. В комментариях пишите, насколько важен для вас трекинг-глаз в VR-шлемах. Пока!